Здравствуйте, сегодня у нас воскресенье, но так как погода вообще испортилась, идет дождь, в общем идти на улицу не охота, и я решила немножко вам рассказать про испанское телевидение, вот сейчас немножечко посмотрим. Ну вот, что же я хотела рассказать про телевидение, ну испанское телевидение, конечно, не отличается сильно от телевидения вообще, ну то есть тоже есть Noticias Banticuatro, то есть 24 часа эти новости, есть каналы, где показывают художественные фильмы, есть каналы специальные, на которых только показывают вот эти вот занудские сериалы бразильские, там всякие, ну латиноамериканские, в общем, я даже могу похвастаться, что я две серии осилила, смотрела на испанском языке, вернее, ну на том варианте латиноамериканского языка, просто Марию смотрела. Ну, нет, это, конечно, очень занудно, я не могу смотреть сериалы такие, и вот я хочу сказать, что так как мы живем в Каталонии, у нас, конечно, два, это два типа телевидения, каталанское, и вот, который идет с Мадрида, это испанское. Так все-таки, как я живу в Каталонии, я привыкла, каталанцы достаточно хорошо проговаривают испанские слова, потому что для них испанский язык второй язык, и поэтому легко слушать их программы, когда они говорят на испанском языке, и, то есть, когда фильмы тоже на испанский переведены, если это каталанские переводчики, то, в общем, очень хороший, такой качественный перевод, или просто я к этому привыкла, я не знаю, может, может, просто привыкла. Вот, хочу сказать, что мне больше вообще нравится каталанское телевидение, потому что там больше общеобразовательных программ, документальных, у них такие сериалы интересные, там они показывают, ну, как бы, старинную жизнь Каталонии, там, ну, такие сериалы, которые идут там, например, с девятнадцатого там века, ну, вот, такие всякие вот тоже сериалы. Мне очень нравится. Испанское телевидение мне нравится меньше. В нем очень много розовых программ. Программа РОСА, вот то, что перед вами сейчас, это программа РОСА, значит, в чем заключается приход человек, как бы, он рассказывает, что вот свои там, сколько ему лет, он до сих пор не научился нормально, правильно одеваться, ну, что-то типа нашей программы, может, забыла, как она у нас называется, ну, в общем, где человека, ну, как бы, переодевают, с утра у нас идет, сними это, что ли, или как-то, я уж не помню, вот. И, ну, как-то у нас эти программы более динамичные в России, здесь они очень затянутые, они все одно и то же по десять раз повторяют. Вот. Потом как-то шокируют меня, вот это их не, ну, эмоции, они, вот, все эмоции, вот, как-то, для меня иногда кажется, что они слишком уж как-то, может, ну, как-то, как-то, как даже кривляются, мне иногда кажется. Если плачут, так уж прямо всем лицом плачут, смеются, вот, как-то. Это, ну, да, они открытые, они не такие, мы, видимо, очень зажатые до сих пор. И для нас это все-таки, для меня как-то, меня иногда коробит, когда вот я смотрю на них. Особенно вот у них есть такие программы, где они там люди долго с друг другом не виделись, друг друга нашли, ой, все рыдают. Потом больше всего меня вообще бесит, вообще одна такая программа. Там, в общем, они сидят сплетничают, несколько человек там ведущих сидит, они там фотографию показывают, например, там королевы или там этого у них Филиппа, вот, который сейчас король стал, какие-то фотографии на отдыхе. И потом вот они это все вот жуют, все одно и то же. Потом они все вместе орут, ничего не понятно. Еще вот сами испанцы, которые в центре живут, в Мадриде, они так разговаривают, потому что они съедают окончание. И когда они еще все вместе орут, ну, вообще просто невозможно понять, что люди хотят сказать. Ну, сейчас вот я немножечко попереключаю, чтобы показать, какие есть программы. Ну, вот эта программа, вот, американская обычно, вот, на таких программах показывают, как там дом отремонтировать хорошо там. В общем, такая, мне нравится такая программа. Там, в общем, люди говорят, мне не нравится мой дом, я хочу его поменять. Ему предлагают либо его отремонтировать красиво и продать, а им купить другой дом. Ну, вот, такая программа. Ну, я думаю, в России тоже есть. Ну, вот это вот сериалы идут. Кауса Аберта, это наш сериал, он называется, по-моему, Детектив Раш. Я очень люблю этот сериал, я его смотрю. Да, это Детектив Раш. Ну, вот примерно такие. Это о ветеринарии, это тоже так мне нравится, когда показывают, как животных лечат. Ой, я обожаю такую передачу. Сейчас буду смотреть. Ну, вот, такие передачи есть. Вот, для детей есть, китс. В основном, как это, всякие. А тоже есть это вот, буска таланта тоже. Ищем таланты. Тоже, типа, такое, как у нас поют, когда голос, да, у нас называется голос. Потом тоже такая же программа, как у нас есть, выигры миллион. Ну, вообще, конечно, вот я даже, у нас каналы есть, и французские, итальянские, немецкие. Практически телевидение, ну, как-то оно построено везде практически одинаково. Ну, разницы нет. Как по шаблону, как будто вот это телевидение все построено. Ну, чем отличается, конечно, вот, что они более эмоциональные, чем мы. И они, ну, разговаривают, они могут все, что угодно сказать. Они могут материться, они могут, если дойдет, они могут попу даже показать. До такой степени просто. Вот такие дальше, что у нас. Хочу сказать, что в новостях как-то испанцы не особо любят новости. И вот хочу поискать. Вот это детские, вот идут все американские. Детские вот программы, все идут американские фильмы, вот эти мультфильмы. Китс. Ну, можно сказать, 50% вообще оккупировано. Оккупирован канал американцами. Ну, впрочем, везде, наверное, как везде. Хочу найти, где у нас новости. А, футбол. Ну, это футбол, это у них святое. Футбол. У них, знаете, у них новости начинаются не как у нас. У них новости начинаются с футбола. Первое они говорят о футболе, а потом все остальные новости. Это невероятно. Иногда, вот я первое время вообще не могла привыкнуть. Думаю, ой, футбол, думаю, спорт. Все, значит, новости кончиваются. Потом раз, идут новости. А еще они, как бы, ну, мало показывают вот мировых новостей. Они, как бы, внутри себя больше живут. Они больше показывают свои испанские новости. Так, чуть быстро. Там, если про Россию, что показывают какие-то секунды. А сейчас они вообще какую-то нейтральную такую позицию заняли. Они предпочитают вообще ничего не показывать. Видимо, чтобы... Ну, все-таки, Испания очень зависит от туризма. И как бы они хотят и вашим, и нашим угодить. И не хотят, чтобы и русские на них там обиделись. Там другие страны. И Америка на них, наверное, давит. И поэтому они предпочитают вообще лучше ничего не показывать. Ну, вот, надеюсь, может, вам понравилась такая маленькая зарисовочка. Какое же телевидение в Испании. До свидания. Ну, вот так вот они примерно орут. Вот так вот. Это очень сложно понять. Особенно, когда они все вместе. Представляете, вообще, все новости, посвященные только футболу. Вообще, невероятно. И при том, главное, участвуют женщины. И женщины такие же фанатки футбола. Они тоже ходят, смотрят этот футбол. То есть, могу сказать, что где-то 5, что ли, программ, посвященные только вообще футболу. Вот невероятно. Это вот они ругаются из-за футбола. Ненормальные. Ну, как можно так вот из-за футбола ругаться? Я не понимаю. Вот даже фашинство припел. Ой, так мне нравятся вот эти вот певцы. Они просмеивают вообще. У них каждые песни такие свои. Очень они интересные. Ну, как типа наших частушек. Мне вообще безумно нравится. А вообще они... Это у них культура началась на улице. То есть, они даже вот я видела. Я сама, конечно, такого не видела, потому что у нас в Каталонии нету. А вот люди, которые по центру, по центру Испании, там по Мадриду, я не знаю, в Валенсии гуляли, то они вот прям там поют. Так здорово, вообще невероятно. Вот. Все, Реал Мадрид, Реал Мадрид. Ну, да. Ну, потому что это мадридская передача, Реал Мадрид. Вот. Если включить программы каталанские, там, конечно, будет Барса. Все Барса и Барса, Барса. Вот на Тенерифах прошел конкурс. Лучшие королевы карнавала. Вот они сейчас обсуждают. По-испански королева Рейна. Вот выиграла. Смотрите, она не молодая, она не худенькая. Какая-то тетенька упала. Вот Биггутлон, сколько говорит у нее. Столько невероятно колесо, перьев, блестяшек. Ну, вот сейчас эту тетку, которая 150 раз покажет, что она упала. Ой, сколько там это. Вот сколько это работы, сколько это денег невероятно стоит. Вот смотрите, они не пеют одно и то же, вот одно и то же. Они вот, знаете, вот одна вот такая тема, вот она упала. И вот они сейчас будут жевать это в течение, я не знаю, несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok